Третья декада октября. Именно в этот период в Хибинах снежный покров становится устойчивым. На промплощадках и в подразделениях Кировского филиала акционерного общества «Апатит» с 1 ноября объявлено начало лавиноопасного сезона. В черте города и на прилегающей территории с 8 ноября. Основную проблему, которую сейчас можно наблюдать на склонах и которая сохранится в ближайшие несколько недель, нам создало начало ноября. Теплая погода, смехиные осадки, ледяная корка на снежном покрове. Соответственно, тот снег, который ложится сейчас, свежевыпавый, метелевый, ложится на ледяную корку и очень плохо на ней держится. Образован слабый слой на границе старого снега и нового. Этот период характерен для осенних хибин. Вот как это выглядит в тестовом режиме. Новообразованная, тонкая снежная доска очень неустойчива. Исходит по ледяной корке практически самопроизвольно. То есть сейчас в горах малейшее внешнее воздействие может привести к непоправимым последствиям. Даже малая по объему лавина способна привести к чрезвычайным ситуациям. Хотим напомнить, что межсезонье является временем повышенной опасности. Рекомендуем отложить на данный момент походы в горы. Обращать внимание на знаки, установленные на границах лавинно-опасных участков. Сход лавин в этом сезоне специалисты начали фиксировать с первых чисел ноября. Сначала самопроизвольное обрушение снежных масс наблюдали на склонах за пределами зоны ответственности противоловинных служб. Затем и на подведомственных территориях. За восьмое число три лавины спиксированы и на склонах, которые находятся в махе зоны ответственности, за которыми мы ведем мониторинг. Махе зоны ответственности определена в обществе постоянно. Она на данный момент не меняется из года в год. 17 лавинных очагов, в которые попадают либо объекты муниципальные города Кировская, либо в которых постоянно могут находиться, либо часто выходить люди, занимающиеся активными видами спорта. Лавинный очаг в черте города на склоне вдоль 16-го километра над улицей Солнечной и вдоль городского парка. Хотя это небольшие возвышенности и выглядят безобидно. Также под контролем склоны вдоль объездной дороги на улице Олимпийской, лыжного стадиона Тирвас в районе Кукисвумчора. В первую очередь это 40-й и 43-й лавинный очаг, места, излюбленные фрирайдерами, и, соответственно, те, которые подвергаются наиболее пристальному мониторингу. Там часто выходят люди сами очаги, и, соответственно, надо всегда очень четко отслеживать снегную обстановку, чтобы вовремя объявить лавинную опасность, вовремя провести активные воздействия и обезопасить склоны для катающихся. От лыжного стадиона вдоль горы проложены снегоходная и лыжная трассы. На днях здесь как раз сошла лавина. Очертания хорошо заметны. Причина – слабый слой на границе устоявшегося снежного покрова и свежевыпавшего. Пока объем снежных масс на этом склоне не критичен. На таком расстоянии от раз лавина не представляет опасности. На данный момент необходимости в активном воздействии на снежный покров нет, так как еще не накопилось достаточное количество снега. Но мы следим за этим, регулярно обследуем их, и как только наступит необходимая необходимость в этом, мы сразу же примем меры. В непосредственной близости от лавины опасных склонов находится и ряд объектов Кировского филиала акционерного общества «Апатит». Здесь обстановка также весь сезон под контролем. Отдел лавины безопасности подготовлен. К предстоящему сезону восстановлена полностью снегомерная сеть. Установлено более 150 снегомерных реек. Специалисты отдела лавины безопасности ежедневно производят осмотр лавины опасных очагов. Специалисты отдела лавины безопасности предприятия «Апатит» обслуживают и склоны горнолыжного курорта «Большой Вудьявор». В их обязанности входит ежедневное обследование всех лавинных очагов в зоне трассового катания. Когда снега на склонах еще немного, такие осмотры проводят пешком. Они отслеживают состояние снежного покрова в ежедневном режиме. Происходит снегоизмерительная съемка. Поэтому каждый день знаем, где сколько снега прибыло, где сколько убыло, какие снеговые снежные переносы есть на склонах и где могут потенциально опасные ситуации возникнуть, чтобы уже впоследствии произвести активное воздействие на снежный покров для того, чтобы обезопасить инфраструктуру курорта и гостей курорта от схода лавин. На курорте организовано ежедневное дежурство. Ведется мониторинг снеголовинной обстановки и погодных условий. Информирование гостей курорта о прогнозе погоды и лавинной ситуации – один из обязательных моментов в работе «Биг Вуда». Как и расстановка предупреждающих аншлагов и оградительных сеток. Они применяются и на территории комплекса, и на участках, примыкающих к подготовленным трассам, куда гости могут самостоятельно проследовать. Служба подготовки трасс, служба спасения. Специалисты прошли традиционное уже ежегодное обучение перед стартом сезона, включающие в том числе работы при возникновении лавинных ситуаций, схода лавин. Техника работы отрабатывается, специалисты знают методику поиска пострадавших, проверка спасательного оборудования, которое в необходимом количестве имеется на аварийном складе, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации можно было это оборудование использовать. В целом мы готовы к сезону и полноценно ведем мониторинг снежной обстановки с регулярными полевыми осмотрами, выходами в поле для исследования снега. И стараемся донести результаты нашей работы в виде фонового прогноза и подробности о залегании снежного покрова до всех заинтересованных лиц. Ведем телеграм-канал, публикуем лавинный бюллетень на сайте города Кировска и всегда рады предоставить всю имеющуюся у нас информацию всем заинтересованным лицам. Чтобы сделать текущий лавиноопасный сезон максимально безопасным, муниципальной службой лавиной безопасности этим летом над всеми лавинными очагами были установлены дополнительные предупреждающие знаки. Это сделано в том числе для того, чтобы предупреждать об опасности любителей прогуляться там, где этого делать не следует. Ну а результат комплексной противоловинной работы будет зависеть от слаженного взаимодействия всех задействованных служб и от личной ответственности каждого любителя зимних хибин.